Летний период многие жители Верхневоложья традиционно проводят за городом, где после зимней спячки оживают многочисленные садовые некоммерческие товарищества. Живут такие СНТ полноценной жизнью, а неизменные атрибуты такой полноценной жизни – коммунальные отходы. Впрочем, позаботиться о том, чтобы ТКО вывозились вовремя и централизованно спешат немногие дачные кооперативы. Как итог – горы мусора в лесах и вдоль дорог. Уютный тихий лес на территории Авакумовского сельского поселения. Кажется, ничто не может испортить впечатление от здешней постарали. В густых зарослях поют птицы, шумит листва на деревьях, и изредка мимо проходит скучающий местный житель. Впрочем, как известно, там, где есть человек, всегда найдутся продукты его жизнедеятельности. Нашлись они и здесь. На пятачке под деревьями свалена большая куча коммунальных отходов – пакеты, упаковки из-под продуктов, пластиковые бутылки. В округе располагается сразу несколько СНТ, а потому неизвестно, откуда именно сюда сваливается мусор. Однако очевидно, что делается это достаточно долго и с полной беззастенчивостью. Ведь далеко не все товарищества прибегают к цивилизованной системе сбора бытовых отходов. Часть СНТ не заключает договоры на вывоз твердых коммунальных отходов. К сожалению, эта ситуация порождает несанкционированные свалки, такие, которые мы видим и здесь. Как правило, это леса, обочины дорог. И уже с этой бедой приходится бороться в Тверь спецавтохозяйству. Как поясняют в Тверь спецавтохозяйстве, заключать договор с предприятием на установку контейнера и централизованный вывоз мусора, садовое и некоммерческие товарищества обязывает федеральный закон номер 89. В документе черным по белому сказано. Все, кто производит отходы, в том числе юридические лица, обязаны заключить договор с региональным оператором. Таковым в нашем регионе является ЦАХ. Осутствие этого документа влечет за собой не только загрязнение на территории, но и солидные штрафы. Садовому товарищу Рябинке, к примеру, подобное не грозит. И здесь установлен кагат, мусор вывозится едва ли не каждый день. С 1 января 2020 года у нас заключен с ЦАХом договор. Договор заключен по вывозу по требованию. То есть мы звоним за день, за два. Все приезжают, забирают, убираются. Все, что выронили, претензий нет. Впрочем, подобной добросовестностью могут похвастаться далеко не все дачные кооперативы Калининского района. Как поясняют в компании Тверь спецавтохозяйства, примерно половина из них заключила договоры с предприятием. Остальные занимаются сбором и вывозом мусора самостоятельно. Не всегда вовремя, не всегда организовано. Как итог, многочисленные стихийные свалки на территории Верхневоложья, с которыми нужно бороться постоянно.